Алена, здравствуйте. Здравствуйте, Кристина, рада вас видеть. После того, как люди переболели коронавирусом, многие столкнулись с проблемой выпадения волос. Вы почувствовали это на своей практике, что больше стало обращений с такой проблемой? Я почувствовала не только на своей практике, а на нашей российской практике. Поэтому у нас сеть федеральных центров, у нас поток пошел. В центральной части нашей России где-то в конце июня, в июле, у нас этот поток пошел где-то в конце августа. Именно связаны именно с этой проблемой, где обностировали. То есть это связано с тем, что физиология роста волоса, то есть когда сталкивается организм с каким-то кризисом, стрессом, проблемой, заболеванием, через 2-3 месяца мы видим результат. То есть волос начинают выпадать. Первая проблема вот этого потока наших пациентов, это в принципе стресс, связанный даже не с тем, что люди заболели. Ведь у нас очень маленький процент у меня самой заболеваемости. Очень большой процент столкнулись с самой этой пандемией. Сам стресс повлиял. Первое, что у нас назначают врачи, когда пациент приходит, это успокоительные средства. Это назначение врача-трихолога. Номер один – успокоительные средства. Волосы оплетены нервными клетками. Любое воздействие стресса вызывает выработку нейромедиаторов. Они оплетают и они убивают волос. Как самые ненужные в точке зрения организма органы. Ну и не хватает сил уже для роста новых волос. То есть не то, что сохранить те, что есть, но и новые после этого не растут. Хочется советы тоже услышать для людей. То есть мы поняли, что самая главная проблема – это стресс. Но очень сложно самому себе запретить термичать. Но это невозможно. То есть даже если человек считает, что да я вроде спокойный, но на самом деле организм это стресс испытывает. То есть как минимум можно добавить пустырник, наверное. А чем еще можно помочь? И успокоительные эти средства может назначать только врач. Потому что вот даже у нас врач-трихолог назначает одно одному, другое другому. Второй пункт у нашего трихолога – диета. Диета. Выбираем все сладкое. Да. Выбираем сдобное. Да, как ни странно. Вот эти все дрожжевая выпечка, она выдает, что активный рост, активная выработка сальных желез. А фолликул, фолликул уже, то есть волос, это фолликул, то есть корешок волоса, он находится как в поре, как у нас на лице поре, он тоже находится в поре. Повышенная выработка сальных желез, волос заливает салом, и он просто начинает гнить. Вот это вот тем, кто любит сладкое, тем, кто любит выпечку. То есть волос умирает, он сгнивает. От каких продуктов еще нужно отказаться? Ну, жареное. Жареное, жареное, это знают все, на этом даже акцентировать не нужно. На чем акцентируют еще у нас врачи? Уменьшить рацион. Ну, уменьшить рацион. Перевести в количество, в качество. Одно яйцо в день полезнее, чем бургер. И количество белка для волос, это строительный белок для организма, его нужно увеличивать. Это вот по питанию. Третий пункт, ну, витамины, это тоже. Это вот витамин D у нас прописывают врачи, это тоже очень важно. И витамины, их сейчас очень много комплексов, на них тоже заострять, можно не заострять, но это очень важно. Третий пункт, это у нас восстановление кровоснабжения, потому что бывает у нас даже питание нормальное, так как у нас голова находится выше всего, особенно волосы, у нас витамины не доходят. Вследствие того, что вы не знаете, вот состояние стресса, у нас голова, ну, вот, скальгер головы, он находится в спазмированном состоянии. Поэтому массаж в чистой части головы. И некоторым пациентам я даже советую, постойте-ка вниз головой, особенно в конце рабочего дня, минутки 2-3, ну, там, с перерывами. Начинает кружиться голова тогда сразу? Да, начинает кружиться голова. Почему? Потому что идет насыщение. Приток крови. Приток крови, насыщение кислородом. А если кружится голова, то до этого испытывал дефицит. Как правильно сделать массаж головы? Его, как бы, точно это не навредит, его можно делать каждый день. Да, его можно каждый день, несколько раз в день. По массажу, вот то, что многие советуют чаще расчесывать, нет. Потому что, когда вы расчесываете, вы травмируете кожные покровы, это только идет внешний массаж. Вы травмируете волосы, стержень волоса расчесыванием, и теми массажами, которые вот перетирают. Мы делаем глубокий массаж. То есть нужно прикладывать прям подушечками пальцев кожи головы и сдвигать кожу. То есть, понимаете, не натирать кожу и волосы, что мы делаем расчес, а сдвигать. То есть мы все глубокие слои, все спазмы, мы их проминаем. Уход в средства гигиены. Это вот пункт тоже очень важный. Нужно к этому ответственно подходить. Когда добавляют народные средства, например, делают маску с красным перцем, как вы к этому способу относитесь? Очень плохо. Очень. У нас процентов, какой-то был поток вот этого красного перца, у нас процентов 20 было, приходили с ожогом. Потому что вот волосы, фолликул, в принципе, он любую травму переживет и начинает расти, потому что он там в фолликулярной ямке. А к нам приходили с такими страшными ожогами. Понимаете, это я говорила, это пора. Там растет волос. И вот этим красным перцем заливают, они вот этот росток волоса просто убивают. Прожигают. Прожигают, они его сжигают. И они приходят с рубцом, причем когда кожа восстанавливается, этот росточек тоже восстанавливается. А к нам приходят такие, которые периодически это использовали, настолько это все сожгли, то есть там кожа зарубцевалась, и мы уже ничего не можем сделать, это только пересадка помогает. Спасибо вам большое за разъяснение, и до свидания. Спасибо вам.